Поставленная задача дойти до целевых показателей оказалась не просто достигнутой. План перевыполнили. Речь идет о восстановлении лесов в Ульяновской области. Сегодня общий объем лесовосстановления в регионе составляет 108%. Это один из лучших показателей в Приворском федеральном округе. На втором месте соседний Татарстан. Все вы знаете, что доведен целевой показатель обеспечить к 2024 году общую площадь лесов по воспроизводству, по отношению к площади вырубленных и погибших на уровне 1 к 1, то есть 100%. Так, за последнее время в регионе нового леса высажено 1655 гектаров, причем 97% от общей площади создано арендаторами лесных участков. На этих кадрах сосновый лес Майинского района. Передовик в лесовосстановлении. Мы с вами находимся в квартале 14, выдел 33. В январе-феврале месяце здесь стоял спелый лес. Его срезали, вывезли, очистили от порубочных остатков лесосеку. И в апреле месяце, после схода снежного покрова, приехал трактор с плугом, вспахал вот эти борозды. А дальше высадились сеянцы сосны, которые начали растить в питомнике два года назад. Столько времени дереву необходимо, чтобы созреть и переселиться в лесосеку. А это уже новый питомник Майинского района в селе Белое озеро. Здесь посеяны 0,3 гектара сосны обыкновенной. Подготовка началась еще в ноябре. Тогда лесники набрали сосновых шишек, просушили их, а в апреле семена посеяли в питомнике. К 21 году из этих маленьких сеянцев должны вырасти 400 тысяч 15-сантиметровых сосен. У нас производится уход, ручной уход, механизированный уход. Боремся с болезнями, потому что поражаются грибами. Шута зимняя, вокруг растет сосна, на которых эти грибы находятся. Эти грибы прилетают сюда, заражают их растения, а мы опрыскиваем. Дальше для деревьев начинается взрослая жизнь в лесу. Эти сосны были высажены 5 лет назад, поэтому осенью уже этот участок можно будет признать лесом, так как деревья достигнут своего стандартного размера в 120 сантиметров. Сохранение и восстановление лесов в России – одна из составляющих программ национального проекта «Экология». Кроме того, в рамках реализации проекта выполняются другие лесоустановительные мероприятия, такие как уход за лесными культурами, дополнение лесных культур, а также рубки ухода в молодняках. Еще одна главная задача – убереть леса от пожаров. В Ильяновской области уже зафиксировано 60 возгораний, то есть огонь затронул 220 гектаров леса. Из них два пожара было на территории Майнского лесничества. Если сравнивая обстановку, анализируя обстановку с прошлым годом, могу сказать, то что количество пожаров значительно убавилось на территории Майнского лесничества. А с чем связано? Связано с налаженной работой лесопожарного центра, лесничества Майнского, арендаторов лесных участков. За спокойную природную обстановку неарендованных участков лесов в районе отвечает пожарно-химическая станция первого типа майна, которая в новом формате заработала в 2015 году. Команда у нас состоит из пяти человек. Один водитель, один тракторист, два бойца и начальник ПХИС. Основные виды работ наши – это созданы для тушения лесных пожаров и выполнения сопутствующих работ. Грузимся, выезжаем на место, проводим разведку. То есть справимся мы своими силами, малым лесопатрульным комплексом или нет. Если мы не справляемся, то вызываем МЧС на помощь, либо возвращаемся, берем еще один лесопатрульный комплекс. В августе станцию ждет обновление противопожарной техники. Устаревший газ 66 1986 года выпуска заменит новые машины для подвоза воды. Впервые купит пожарный грунтомет. До конца года на покупку техники по программе сохранения лесов из госказны в регион поступит 20 миллионов рублей. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ из Маинского района.